Гробы. Смотрим. Вот он, на гробах стоит родной. Забрали. И я уверен, ты хочешь заработать 200 рублей при просмотре вот этого ролика. Ты можешь поставить любого своего любимого кумира, которого ты смотришь. Тут сразу, да, в этой карте есть как банихоп, как кэзэ, так и серф. Хе-хей, здорово, друзья! С тобой Серёга Сайбербанана. В этом видео я научу тебя играть в Counter-Strike. Что это означает? Я научу грамотно двигаться по карте. Я научу тебя правильно стрелять и вообще повыше твой скилл. Интересно? Присаживайся поудобнее. Давай посмотрим спонсора и начинаем. Сегодня пройдёмся по сайту hellstore.net. Тут есть два режима игры. Первый это coinflip. Это подбрось монетку и шансы примерно 50 на 50. Как у тебя, так и у твоего оппонента. А вот классик, это чем больше у тебя банк и ты его вольёшь, тем больше вероятности забрать абсолютно весь куш. Но сегодня мы пройдёмся как раз по coinflip. Давайте выберем персонажа, который хочет со мной сразиться. Так вот, за 11 баксов парнишка... А подобрать можно? Подобрать можно. Погнали! Одна секунда, монеточка... Под конец забрали. Ну и конечно же, как же без подарков для тебя? Залетай на сайт hellstore, вводи промокод cyberbanana и забирай промокодик ровно на 60 центов. Испытай свою удачу. Давай. Ссылочки в описании. Стой, 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 стой. Сразу вопрос о том, что, Серёг, ты чё там в учителя подался? Ты будешь нам рассказывать, как играть и так далее? Я бы хотел, ребят, но с себя снимаете полномочия и говорю вам так. Мне посоветовали крутейшую карту, которая поможет вам поднять свой левел на 1, а то и на 2. Да вообще охренительно! Я прокатал ровно одну неделю на этой карте и мои результаты выросли в два раза. Я не шучу, вы можете посмотреть стату мою на FACD, может быть где-то ещё есть такая стата. Действительно, эта карта работает. Давайте перейдём непосредственно уже к ней. В описании ты найдёшь ссылочку на неё. Скачивай её. И тренируйся, блин. Давай, поехали. Залетаем на карту. Давай, торопиться не буду. Пройдусь абсолютно по всем режимам, которые здесь есть. Начиная с самого начала, заканчивая самым концом. Итак, когда ты появляешься на карте, тебе нужно повернуться на 180 градусов. И ты видишь перед собой вот такое табло. В данный момент включен режим War Map. Что это такое? Это стреляешь по ботам и так далее. Это примерно как АИ-ботс, да? Все мы знаем эту доисторическую карту, где там же стреляешь, стреляешь, стреляешь. Якобы тренируешься. Нет, это уже, наверное, не актуалочка. Итак, давай сначала плюсик посмотрим, а потом начнём с Prefire. Плюсик, что такое плюсик? Это с правой стороны. Если посмотреть, мы увидим прицелы. Ты можешь поставить любого своего любимого кумира, которого ты смотришь, прицельчик. Например, мне нравится, к примеру, Simple. Хлоп, пожалуйста, вот прицельчик на месте. Либо оба тоже. Оба, кстати, играют классно, и мне нравятся его прицелы. В общем, выбираешь абсолютно любой прицел, который тебе нужен. Например, давай я всё-таки оставлю себе Кеннисом прицельчиком. Он самый такой стандартный, актуальный и так далее. Хорошо. Летим. Первая интересная штука называется Prefire. Залетаем в неё, нажимаем Start. Что это такое? Prefire это тебе, ну, просто чтобы вдолбить в голову, где примерно какой противник находится. Всегда примерно в одних и тех же местах люди стоят. Например, когда ты проходишь по банану, всегда кто-то здесь есть. Ты его должен обязательно проверить. Его забрал. Вот тебе Prefire. Всегда цемент. Вот он стоит. Его также забираем. Дальше обязательно Сити стоять должен. Но ты же иногда, когда только-только начинаешь играть, этого не понимаешь. Поэтому Сити тоже сразу забираем. После Сити что мы должны проверить? Естественно, руины. Окей. Гробы. Смотрим. Вот он на гробах стоит родной. Забрали. После гробов, что тебе нужно посмотреть? Обязательно это Тёмка. Тёмка должен всегда стоять после этого. Вот он там, Тёмка забрал. После Тёмки ты должен смотреть вверх вот этот. То есть вот он. Забрали его. После этого обязательно Фонтан. Вот он. После Фонтана нужно посмотреть. Сначала вот здесь вот выход. Мало ли, смачочек развеялся. Да ё-моё, он меня попал. Да чё за хрень. Ну и так далее. Вот. Ты тоже запоминаешь, где какие позиции стоят. И должен всё абсолютно досконально проверять и убивать поочерёдно. То есть автоматически у тебя запоминается это в голове. И ты проходишь. Сначала Инферно. Потом будет Даст и так далее, и так далее. В общем, тренируйся, запоминай, а мы летим к следующему режиму. Нажимаем U, дальше точка, лобби. Вот так. Хлоп. И я уверен, ты хочешь заработать 200 рублей при просмотре вот этого ролика. Всё, что нужно, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий. И в следующем видео, вот на этом месте, ты увидишь себя, возможно нет, не знаю, это рандом. А с прошлого ролика выиграл вот этот парень. Всё, мы возвращаемся обратно. Летим к челленджу. Что такое тенич? Можно, допустим, тайм-трейл, это ты должен максимально сконцентрироваться и попасть в противника. Тебе даётся миллисекунда, и ты должен перевестись и поставить голову. Как это выглядит? Нажимаем старт, полетели. Вот, ждём момента, через одну секунду начнётся. Ждём. Раз, не попал. Два, не попал. Три, попал. Четыре, попал. Пять, попал. Шесть, попал. Попал! То есть максимальная концентрация. Понял? Это примерно как пинг-понг. Ты должен быть сконцентрирован всегда. И так далее. Всё, смысл понятен, да, тебе? Дальше есть спин-челлендж. Что такое спин-челлендж? Это в двух словах, здесь ты должен сделать 50 килов максимально быстро. Как это происходит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. В конце вот счётчик посередине, ты смотришь, за какое время ты это сделал. Потом через пару дней приходишь, проверяешь ещё раз себя и смотришь, лучше или хуже. Если хуже, тренируешься. Если лучше, тренируешься тоже. Окей, летим к следующему. Это вармап. То есть как раз о чём мы и говорили. Здесь можно просто по ботам пострелять, да, как бы немножко размяться. Есть интересная такая штука, называется раш. То есть на тебя люди идут, а ты просто берёшь и хлоп-хлоп-хлоп-хлоп начинаешь нашибать. Хорошо проверять твою сунцу, готов ли ты по ней стрелять или нет. То есть интересная очень штука. Главное не дать возможности дойти до сюда, иначе всё начнётся заново. И так далее. В принципе, тоже прошёлся, всё понятно. Ничего особо рассказать не надо. Шаффл примерно то же самое. Я говорю, это как аимботс, да, только здесь начинаешь просто примерно знать. Так как агент должен выйти, вон там парень выглядывает. То есть дождался его. Да ё-моё, конечно, в Full HD катать очень сложно, парни. Я 4 на 3 катаю. Кстати, ребят, сейчас я уже рассказывал, что у меня в два раза лучше стал мой скилл. Поэтому закончу рассказывать про вот эту карту. Поставлю свой конфиг, который в описании. Ну и, естественно, буду разрывать. Нарезочку вам покажу и поставлю. Окей, по этому режиму понятно. Летим обратно к нашему вот этому табло. И смотрим, что же дальше есть. Мувмент. Тут сразу, да, в этой карте есть как банихоп, как кэзэ, так и серф. Заходишь на серфик и всё. И поехал так же себя тренировать. Полетаешь, потренируешься, почилишь. Ну и для себя что-то подтянешь и так далее. Ладно, летать не буду, понятно. У, точечка, ло, би, на место вернулись. Всё, в принципе, понятно. Здесь так же можешь армор поставить или поставить таких жёстких типов и так далее. Какую хочешь. Хочешь такую, хочешь такую. Также спаун это для дальней дистанции, а ближней дистанции мид. Вот поставим ближнюю дистанцию и всё. Чисто вот тут чилишь. Начинаешь просто разминаться перед карточкой. Раз, 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 и всё, и так далее. Ну и так далее. Понятно, да, ребят? Оружие тоже вот здесь. Всё понятно. Только по головам, например, если в тело попадаешь, ничего не будет. А если в голову, да, он слёг. Ладно, ребят, вот, в принципе, всё рассказал по этой карте. Ребят, тренируйтесь, важно, важно тренироваться, чтобы поднимать свой скилл. И эта карта даёт абсолютно все возможности, чтобы это сделать. Всё, смотрите мою нарезку, как я сейчас разрывал после одной недели тренировок на этой карте. Ну и добавок, напиши в комментариях, какое звание у тебя сейчас. А потом, когда ты повысишь своё звание, напиши, сколько времени тебе понадобилось тренировок на этой карте, чтобы поднять звонку. Всё, давай, поехали смотреть. Всё, давай, поехали. Я там Б открыл, ребят. Спасибо большое, что досмотрел до конца. Поставь лайк, подпишись, чтобы меня не потерять. Я буду радовать тебя сочным контентом. Ну и добавок, посмотри вот это годное видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok